Друзья, всем привет! Совсем недавно делал вот такой многоразовый баллончик для очистки монтажного пистолета от пены. Впаивал сюда сосок и результат меня очень и очень порадовал. Кто не видел этот ролик, подсказочку оставлю вот здесь наверху. И много было комментариев спрашивали, можно ли данный сосок впаять в баллончик из-под краски. Сегодня мы это с вами сделаем, впаяем сосок, заправим краской и посмотрим, как он будет показывать себя в работе. Кроме этого, есть у меня еще вот такой баллончик, это из-под лака. Здесь мы впаивать ничего не будем, а попробуем его заправить так. А что из этого получится, мы сейчас увидим. Всем приятного просмотра, поехали! Так, для начала спустим весь газ, убедимся, что баллончик у нас пустой. И сделаем отверстие по центру. Вот что получилось в итоге. Сейчас нужно все зачистить и припаять. Для пайки буду также использовать паяльную кислоту и припой. Ну и также здесь нужно нанести припой. Некоторые говорили, можно использовать обычную горелку, но, друзья, боюсь, что там внутри еще есть какой-то газ и может баллончик взорваться. Поэтому либо можно взять зажигалку такую, более мощную, газовую, либо взять обычным паяльником и также все пропаять. Все пропаял и теперь подождем, пока это все остынет. Теперь нам нужно подготовить краску. Я взял обычную эмаль ПФ. Сейчас ее налью в стаканчик и разведу айтспиритом. В соотношении один к одному, потому что краска густая, а сам производитель рекомендует разбавить один к одному. Как мы видим, очень густая краска. Поэтому айтспирита добавлю чуть побольше. Перемешивать буду при помощи шуруповерта и вот такие хомуты и стяжки. Итак, краску перемешал и теперь заправим в баллончик. Буду делать это при помощи шприца. У меня он небольшой, 20 мл. Если больше, конечно, если есть у вас большие шприцы, то лучше ими делать. Заправил я всю краску. Сейчас все вытеру и закручу золотник. Так, ну и давайте накачаем наш баллончик воздухом. Взял компрессор. Можно, конечно, насосом. Но компрессором отделывается быстрее. Так, качаем. Так, 6 атмосфер. Накачаем. И теперь попробуем в работе. Как видим, ни подтеков, ничего нет. Наносится равномерно. Так, ну и давайте заправим вот этот баллончик, как я и обещал. Понадобится сам баллончик. Шприц взял, 20-ку. И понадобится капельница. От капельницы нам нужна вот эта часть. Отсоединяем. Это нам не нужно. И теперь ножницами срезаем вот по эту часть. То есть вот так. Все, нам нужна вот эта резиночка. Эта часть нам больше пока не нужна. Заправлять баллончик буду тормозной жидкостью. Приготовил вот такой стаканчик. Сейчас зальем тормозу в стаканчик и заправим наш баллон. Снимаем колпачок. И одеваем нашу резиночку. Наполовину. Все, теперь заправляем шприц. Шприц также одеваем на резинку. Нажимаем на шприц. И заправляем. Как видим заправляется хорошо. Ничего не протекает. Все, и так же заправляем еще несколько шприцов. Теперь берем баллончик с газом. И таким же способом заправляем. Все, и вот таким способом заправляем. Ну все, я думаю хватит. Сейчас можно попробовать. Взял вот такую ржавую трубу. И сейчас на нее попробуем нанесем нашу тормозную жидкость. Как видим наносится все замечательно. Давайте еще раз более близко покажу. Все отлично. Все работает. Нашел еще один у себя баллончик в закромах. И сейчас решил его попробовать наполнить морилочкой. Есть в нем морилка. И сейчас мы ее заправим и попробуем как будет работать. Заправляем таким же способом. Убираем шприц. И так же заправляем газом. Слышишь такой звук. Ну и все, этого будет достаточно. Как видим наносится хорошо. Но за счет газа так же образуется небольшая пенка. Друзья, вот что получилось в итоге. Вот этот баллон я заправлял в прошлом ролике. Уайт спиритом. И 646 растворителем. Очищал пистолет от пены. Мне очень понравилось. Вот этот баллончик мы заправили краской. Здесь я тоже впаивал сосок. Работает хорошо. Но единственное, лучше заправлять не обычным воздухом, а то есть газом из баллончика. Вот эти два баллончика я уже здесь ничего не впаивал. Как вы видели. А просто при помощи резиночки заправил их. Этот баллончик я заправил морилкой. Наносится хорошо. Но опять же не понравилось то, что заправлен газ. И там образуется как пенка. Ну и вот этот баллончик я заправил тормозной жидкостью. И мне очень понравился. Распыляется хорошо. Все отлично. Друзья, на этом буду заканчивать. Напишите в комментариях, кто-нибудь таким способом пользуется. Как вы думаете, что лучше впаять сосок и заправлять уже вот здесь. Либо просто вот таким способом заправить баллончик. Мне даже интересно, что вы напишите в комментариях. Также интересно, если вы пользуясь таким способом, какие вы жидкости заправляете в данные баллончики. Ну а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч.